Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и продолжение сериала о свободе. Очень интересный, очень важный вопрос, который в свое время очень затронул или зацепил меня. Что такое свобода во Христе? Если мы с вами говорим, что мы рабы Христовы, то есть мы те люди, которые отдали, посвятили своей жизни Богу, то что такое свобода во Христе? И ответ он достаточно простой, банальный и не особо, опять же, радостный для многих людей. Дело в том, что свобода во Христе это не свобода для. Вот люди в большинстве понимают свободу как свободу для. Свободу для того, чтобы можно было там куда-то ехать, что-то пить, иметь возможность поступать по собственным, каким-то прихотям по своей воле. Когда мы говорим о Христе и свободе и совмещаем эти два хороших, потрясающих слова вместе, то мы имеем дело со свободой от. И для людей поживших, для людей знающих жизнь, для людей, вкусивших не только ее прелести, но и ее проблемы, свобода от – это всегда свобода более важная. Это свобода от зависимости, свобода от проблем, свобода от всевозможных отягощающих, обременяющих факторов. И это появляется тогда, когда мы уже взрослеем и мы понимаем, что не вся жизнь крутится вокруг наших желаний и наших стремлений. И, может быть, мы поняли это только после того, как попали в определенный плен, попали в определенную зависимость, и нам бы хотелось от нее избавиться. И когда мы с вами говорим о Христе и говорим о свободе, то прежде всего речь идет о том, что Бог готов освободить нас от оков греха, от оков всевозможных зависимостей, как физических, химических и так далее, так и психологических. И делает он это достаточно просто, быстро и навсегда. Но при одном условии, мы говорили об этом в предыдущей капле, о том, что мы должны освободиться от господства собственных желаний, господства греха и посвятить свою жизнь Богу. Итак, друзья, свобода во Христе – это свобода от жизни, наполненной греха, жизни, в которой руководствуемся мы собственными какими-то желаниями, в жизни, в которой мы либо сами себе господа, либо нами управляют какие-то другие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!